Друзья, всем привет! Меня зовут Тимур Таепов, я основатель компании JustForward и сегодня мы с вами поговорим про гиперказуальные игры и про HTML5 рынок и как вообще два этих элемента взаимосвязаны. Расскажу немножко про нас, потом почему мы вообще с вами обсуждаем HTML5 рынок, про возможности для гиперказуального жанра, про российские порталы, дистрибуции и про зарубежные порталы. Расскажу про опыт первых шагов запуска нашего собственного портала и также про моменты, связанные с производством и оптимизацией. Если говорить про нашу компанию, то наша студия JustForward работает с 2015 года. Сначала мы занимались аутсорсингом, потом с 2017 года начали монетизировать конечных пользователей через Amazon App Store, выпускали там аркадки и гиперказуалки. И в этом году мы вышли уже на HTML5 рынок с, опять же, гиперказуальным жанром. Собственно, и про этот опыт я бы хотел вам и рассказать. Итак, вообще почему мы обсуждаем с вами HTML5 рынок? Вообще, есть несколько причин, которые я бы хотел выделить, которые являются такими драйверами этого направления сейчас. Оно сейчас растущее. То есть, казалось бы, игрушки в вебе это что-то десятилетней давности. Ну, такое впечатление складывается у людей. Но на самом деле это достаточно сейчас рынок растущий и хороший для того, чтобы войти на него и сделать какие-то успешные шаги. Одна из важнейших причин, почему HTML5 это смерть технологии Flash. То есть, с этого года она уже не поддерживается. И все те порталы, которые были с Flash играми, они по сути вот перешли красной технологией HTML5. Далее, вообще в целом, почему люди больше играют теперь на таких сторонних порталах? Все-таки все привыкли к Google Play, к Apple App Store. И в последнее время все-таки все больше и больше появляется дополнительных сторов и каких-то мест для гейминга, где люди уже достаточно привыкли к тому, что можно играть не только в игры, которые расположены на ключевых сторах. Но сейчас есть еще и разные точки входа для того, чтобы играть и получать фан из игровых продуктов. То есть, это нормальное дело сейчас для пользователя. Также один из драйверов это разработчики. Так как HTML5 это все-таки про фронт-энд, и фронт-энд разработчики, которые занимались как раз какими-то веб-проектами, приходят в геймдев, и это насыщает рынок новыми играми, новыми продуктами. Собственно, это тоже является таким драйвером. Далее, один из ключевых драйверов это рекламная монетизация. То есть, если раньше игры в вебе монетизировались все-таки за счет внутренних покупок, то сейчас очень важную роль сыграла рекламная монетизация, и в том числе как раз-таки роль для гиперказуального жанра. Примерно это вот буквально в последние пару лет происходит, как площадки подключают полноценную хорошую рекламную монетизацию, которая позволяет как раз-таки разработчикам входить на этот рынок с гиперказуальными, с аркадными продуктами, зарабатывать деньги, и это стимулирует двигаться их дальше и развивает это направление, этот рынок. И есть еще один такой фактор. Посмотрите, пожалуйста, на картинку, выскажите свои догадки, мы потом на Q&A сессии к этому вернемся. Теперь, какие возможности для гиперказуального жанра? Вообще, напомню, что гиперказуальные игрушки – это такие простые игрушки, которые приносят удовольствие, которые играют абсолютно все, то есть неважно, это могут быть и пожилые, и молодые люди, и люди разных профессий, любого гендера, и то есть это массовая аудитория. И основная монетизация, основная бизнес-модель в таких играх – это рекламная монетизация. Собственно, делаем увязку с предыдущим слайдом, что рекламная монетизация дает зеленый свет такому жанру, как гиперкэш, и сейчас это очень хорошо работает. Вообще, говоря про гиперказуалки, можно сказать, что рынок классического гиперкэша, когда есть издатели и есть разработчики. Разработчики делают прототипы для издателей, у издателей очень строгие метрики, и издатели отбирают те игры, те прототипы, которые будут уходить в global release. Этот рынок уже достаточно насыщен, то есть он очень зрелый, в нем очень много участников, и конкуренция действительно очень большая. То есть чтобы сделать хит и заработать на нем миллионы, это уже требует больших-больших вложений. То есть на заре гиперкэша где-то в 17-18 году простой разработчик мог прийти, даже практически в одиночку, поработать с издательством и выпустить достаточно успешную игру. Сейчас это сделать сложнее, потому что уже сотни студий, крутых студий, работают над прототипами просто как конвейеры, без остановки, и поэтому это надо учитывать. Соответственно, много прототипов создается просто в стол. То есть делаются прототипы, тестируются, и все. Дальше с ними ничего не происходит, потому что они не проходят метрики у издателей, и разработчики про них забывают. Конечно, они используют наработки с этих прототипов в дальнейших, но тем не менее, много игрушек остается вообще без внимания и без аудитории. Соответственно, учитывая все эти моменты, HTML5 рынок — это своего рода альтернатива для того, чтобы применить навыки производства, навыки работы с этим продуктом именно уже в направлении, где больше ваших продуктов получат пользователи, получат какой-то охват, и про это как раз хочется поговорить. Есть российские ключевые порталы. На всех этих порталах наша компания, наша студия сейчас присутствует, и среди них можно выделить четыре, то есть это Яндекс, ВК, Одноклассники и Smart Market — это новый игрок от экосистемы Сбер. Яндекс. Что можно сказать про эту компанию? Яндекс Геймс — это, пожалуй, одна из самых насыщенных сейчас площадок по конкуренции, то есть очень много игрушек там уже есть, так как там большая конкуренция, там сложнее всего получить трафик, тем не менее туда стоит выходить, площадка генерит деньги, и там есть некоторые особенности с модерацией, то есть она достаточно долгая, ввиду того, что очень многие студии подают туда свои игры, и там иногда встречаются такие моменты, то есть если вы ожидаете, что у вас будут проверены только технические моменты, нет, модерация Яндекса, она все-таки все больше уходит в качество, и модераторы смотрят на какие-то геймдизайнерские решения. Не всегда вы можете быть согласны с их требованиями, но тем не менее площадка сейчас все больше и больше предъявляет требования к геймдизайну и к качеству игр. Далее платформа ВК, она, соответственно, находится как такая часть суперапа в приложении ВК на Андроиде и на iOS, и есть также мобильная веб-версия и еще версия десктопная. Игрушки там неплохо заходят, для нас это достаточно важный источник трафик, источник монетизации, и у этой площадки есть одно из основных требований, это сделать социальные фичи, то есть как минимум необходимо встроить социальную фичу шеринга, то есть когда пользователи могут шерить на стену игрушку, отображается баннер игрушки, ссылка и, допустим, какое-то количество очков, которые пользователь набрал в этой игре. Далее, одноклассники. На одноклассники чуть сложнее попасть с точки зрения бюрократической, то есть там необходимо иметь юрлицо, то есть это может быть либо ИП, либо ООО. Допустим, если в Яндексе ИВК вы можете работать как физлицо или, допустим, на Яндексе как самозанятый, то на одноклассниках либо ИП, либо ООО сначала идет проверка, служба безопасности, у нас проверка заняла порядка месяца. Там некоторые бумажные моменты, и в дальнейшем вам открывается доступ к платформе. Платформа очень крутая, как мне кажется, потому что там большое количество трафика и небольшая конкуренция. Ключевая особенность этой платформы в том, что в ней по сути два этапа. Если на Яндекс и ВК вы выкладываете игры, они сразу доступны на весь каталог, то в Одноклассниках сначала необходимо пройти тестовый период, то есть своего рода soft launch. Это примерно 2-3 недели игра именно находится в блоке тестирования. Там необходимо достичь определенных метрик по ретеншину, по ретеншину третьего дня. И тут метрики разнятся, целевые метрики по ретеншину, они разнятся в зависимости от жанра. Собственно, если игра достигает целевых метрик, дальше она идет в Global Release. В случае Одноклассников эта игра распространяется на весь каталог и доступна уже полноценно всем пользователям. Далее. Есть еще, как я уже сказал, новый игрок на рынке. Это Smart Market от экосистемы Сбер. Тут тоже есть интересные моменты, потому что у Сбера экосистема, она отличается от предыдущих. То есть глобально мы на слайде можем видеть три экосистемы. Это Яндекс, ВК и Сбер. В Сбере есть разные интересные девайсы. То есть, например, это может быть приставка к телевизору, это система умного дома, а также приложение Сбера на смартфонах и планшетах. Соответственно, игры могут иметь доступ к пользователям через разные девайсы. И это интересно еще тем, что у Сбера сейчас развивается именно голосовая поддержка. То есть, голосовое управление. Мы уже начали как раз в наших играх тестить эту фичу и сделали голосовое управление в одной из игр. Это очень интересно, потому что это такое движение к новым каким-то гейн-дизайнерским решениям. То есть, можно уже какие-то придумать новые творческие решения. И управление голосовое отличается все-таки от того, когда пользователь взаимодействует с экраном, с тачскрином с помощью пальца. Поэтому смарт-маркет, на наш взгляд, это интересная платформа. Они регулярно проводят различные конкурсы. Вот в одном из этапов конкурса мы стали призерами. Сейчас смарт-маркет проводит очередной конкурс, конкретно именно фокусируясь на HTML5 играх. И как раз у вас еще есть возможность поучаствовать в их конкурсе. До конца ноября они принимают заявки. Итак, вот эти четыре основные платформы. И давайте дальше посмотрим на то, какие же есть возможности на зарубежном рынке. На зарубежном рынке есть два элемента. Это дистрибьюторы и конечные порталы. Например, суть дистрибьютора в том, что размещая игру у дистрибьютора, вы потом можете эти игры увидеть на разных площадках. То есть дистрибьютор раскидывает на различные HTML5 порталы вашу игру. Есть несколько дистрибьюторов. В основном выделялось раньше три. Это Game Distribution, Game Monetize и Crazy Games. Но совсем по недавним событиям Game Monetize забанили. То есть теперь они не могут использовать монетизацию через технологии Google. И тут как раз-таки борьба крупных игроков. Game Distribution, Game Monetize. В общем, они схлестнулись. Это выделилось то, что на Game Monetize наложили бан. Поэтому если вы пойдете к дистрибьюторам, то сейчас по сути выбор из двух. Это Game Distribution и Crazy Games. И тут нужно учитывать, что есть такое понятие, как эксклюзивность. Допустим, что это значит? Если вы размещаете игру на Game Distribution, там не требуется эксклюзивность. И по сути вы можете также эту игру размещать на других платформах, площадках. Вы в этом не ограничены. Если же есть требования по эксклюзивности, как на Crazy Games, то значит, что вы имеете право разместить игру только на Crazy Games и больше не отправлять ни на какие порталы. Далее. Есть еще порталы, на которые можно выйти напрямую. Они достаточно крупные, международные. Например, POKI или Y8. И POKI также требует эксклюзивность, в то время как Y8 не требует. И еще интересный момент, что на тот же Y8 можно выйти через Game Distribution. Ну, то есть, это как порталы позволяют как выйти на них напрямую, и они достаточно крупные так, и на них можно попасть и через дистрибьютора. Но вот на POKI через дистрибьютора не попасть. Эта площадка такая достаточно обособленная, и она, к слову сказать, очень качественная. Потому что на HTML5 площадках очень часто встречаются моменты с тем, что игры низкого качества могут быть, или игры могут нарушать чьи-то права на интеллектуальную собственность. То есть, это такие, грубо говоря, грязные клоны. И в этом плане POKI прям действительно классная площадка, можно сказать, бутиковый портал HTML5 игр. У меня есть несколько знакомых, которые размещаются там, и их игры там неплохо чувствуют. То есть, игры приносят деньги, и разработчикам этим, в принципе, нравится взаимодействие с платформой POKI. Мы размещаемся на Game Distribution, соответственно, и на Y8. И пока у нас там несколько игр. Идет монетизация, в принципе. Сейчас мы ищем возможности, пути того, как взаимодействовать с командами этих площадок, для того, чтобы они присматривались к нашим играм и брали на фичеринг. А вообще, конечно, по фичерингу основной момент заключается в том, что необходимо делать игры просто с хорошим ретеншином. То есть, тут, как и издатели, владельцы порталов смотрят на то, какой ретеншин у игры. Все-таки это ключевая метрика удержания пользователей. И, конечно, требования у них пониже, чем у издателей, топовых издателей гиперказуальных. И, тем не менее, это хороший способ попасть в фичеринг. И для того, чтобы этот фичеринг получить, необходимо взаимодействовать с командами как российских порталов, так и зарубежных порталов. Дальше. Так как у нас жанр гиперкэш и копится большое количество игрушек, у нас скопилось уже больше 30, мы решили, что раз такой тренд в HTML5 сегменте, то мы хотим и запускать свой портал. Полноценный портал игр с рекламной монетизацией. И мы запустили MVP пока портал под названием Mir.Games. Очень простое и запоминающееся название, что очень важно. То есть, тут надо понимать, что если вы делаете свой портал, то это будет своего рода бренд, который очень легко должен запоминаться, его очень легко вбить в адресную строку и найти. То есть, поэтому мы искали различные названия и пока нашли вот такое, будем пробовать двигаться дальше с ним. Собственно, за счет чего мы хотим дальше показать хорошие результаты в этом портале? Именно за счет большого количества хороших игр, в первую очередь наших игр, так как они накапливаются с ходом нашей деятельности, они у нас неплохо объединяются в единый портал. Мы пробовали закупать тестовый трафик. Смотрим вообще, какие рекламные креативы работают, как пользователи приходят в портал, как они себя в нем ведут. Есть пока первые выводы, но это пока очень-очень первые данные. То есть, из того, что пока мы видим, помимо того, что название должно быть запоминающееся, еще и нужно выстраивать такую цепочку user acquisition. То есть, например, вы на портал ставите пиксель, который запоминает приходящих игроков, и потом через ретаргетинг будете их нагонять, потому что с первого раза, как пришел пользователь на портал, он не всегда запоминает вообще, куда он пришел, потому что наверняка у человека открыто очень-очень много вкладок, и вам нужно напомнить о себе. Более того, потом необходимо пользователей собирать в каком-то месте, кроме того, что они запомнят ваш портал, неплохо иметь какую-то группу, точку сбора, где вы также агрегируете пользователей. Далее, конечно же, будет плюсом иметь дополнительные элементы геймификации уже самого портала, то есть вовлекать уже во взаимодействие с порталом. Например, когда в вашей игре можно, в каждой из игр можно крафтить какую-то валюту, она собирается именно в каком-то общем балансе, и это позволяет, допустим, уже делать что-то внутри портала. То есть можно создать мету, как и мы хотим сделать, целиком для всего портала. То есть это получается такой мультиплицирующий эффект LTV, когда у вас много-много-много игр, генерят, соответственно, составляют в сумме LTV, а стоимость привода пользователя, она остается такой же. То есть это если сравнивать с гиперказуальной игрой в именно мобильных сторах, Google Play или App Store, где у вас есть возможность закупить пользователя в одну игру. Тут вы закупаете пользователя в много игр. На это и делается расчет. Да, есть еще разные элементы продвижения, SEO-продвижение, контент-маркетинг и прочее, но SEO-история достаточно долгая, контент-маркетинг тоже. Конечно, это нужно использовать, но мы рассчитываем на то, что нужно выстроить именно такую здоровую юнит-экономику на User Acquisition. То есть это как основной этап валидации для нашего портала. Сейчас мы на этапе пополнения, то есть мы примерно целим в 100 игр, которых будет достаточно для удержания. Все-таки помимо качества самих отдельных игрушек, важных еще и количества, разнообразия для портала. Дальше мы будем использовать как раз-таки вот эту стратегию с ретаргетингом, чтобы постоянно напоминать о себе и собирать пользователей в одном месте. Мы тестировали зарубежную версию Snacky.games, мы тестировали российскую версию Мир.геймс, это у нас создавалось как именно российский портал, но сейчас пока назревает решение, что мы сделаем все-таки единый портал Мир.геймс на любую гео, то есть там будет такая адаптивная локализация и развивать соответственно именно сразу все-таки портал международного уровня, потому что развитие портала требует очень много усилий и поэтому хочется эти усилия вложить эффективно. Дальше немного про производственные процессы, про оптимизацию, то есть вообще говоря про создание игр для веба, это в первую очередь, ну по крайней мере мы используем Construct 3. Это очень простой и достаточно гибкий инструмент, там есть и такого своего рода визуальное программирование, ну скорее это просто набор ивентов. И можно также какие-то вещи уже кастомные больше закодить через JavaScript. Достаточно гибкий хороший инструмент, он конечно же в основном 2D-шный, там сейчас появляется 3D, но 3D такой примитивный. Пока из 3D там доступны только кубики и вот на основе них в принципе тоже можно выстраивать неплохой геймдизайн, неплохие сцены, но тем не менее с полноценным 3D немножко посложнее в вебе. То есть тут как раз таки мы обращаемся к Unity и с Unity будут некоторые проблемы. Гиперкэш в мобильных сторах он весь на Unity и приходить с Unity проектами в веб немножко сложно, потому что будут проблемы с оптимизацией, проблемы с размерами билдов и есть конечно какие-то умельцы, которые умеют это оптимизировать. Пока все-таки из того, что я наблюдаю, тут больше вопросов, чем ответов. И если хотите делать полноценный хороший 3D с хорошей производительностью для веба, это Play Canvas, как раз тот движок, который мы сейчас в том числе тестируем, делаем игрушку на Play Canvas. Это в точке зрения движков. И так как существует различное количество площадок, у каждой площадки есть свой SDK, у каждой площадки есть свой инструментарий, то очень сложно поддерживать вот эти самые билды, несколько билдов, постоянных администрировать, обновлять. Поэтому мы вот используем такой инструмент Gamescore. Это инструмент от российского разработчика. И инструмент достаточно тоже гибкий, позволяет сразу на несколько платформ иметь один билд, с которого вы на все платформы размещаете свою игру, то есть меньше временно администрированный. Также через этот инструмент можно синхронизировать прогресс между девайсами, сохранять в принципе в облаке прогресс, делать лидерборды. Там появились внутренние покупки. В общем, единая точка входа, такой инструментарий, который упрощает разработку игр. То есть вы фокусируетесь именно на создании игр, на геймдизайне, и меньше на том, чтобы прикрутить какие-то элементы и какие-то фичи, которые необходимы для того, чтобы игра была полноценной. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Также мы развиваем наше сообщество. Мы называем это Impact Экосистема. То есть это такое сообщество, в котором мы хотим собрать большое количество людей, профессионалов игровой индустрии, где мы сможем обмениваться информацией, экспертизой. Все предполагается бесплатно. Будут и образовательные курсы какие-то, и митапы. Называется GameDevHub. Короткоудобная ссылка gdhub.ru. Также вступайте вот как раз таки в Discord, в Telegram. Мы сейчас делаем интервью. Уже как раз таки вышло несколько интервью про гиперкэш, про веб-разработку игровую. И у нас уже начинаются такие, в том числе и мастер-майнды. Со мной можно также просто связаться через FB или Telegram. Пишите мне на почту и жду ваших вопросов. С удовольствием на них отвечу. Собственно, у гиперкэша отличный все-таки шанс иметь применение на HTML5 рынке. И мы в этом видим большие перспективы. Все-таки, общаясь с гиперказуальным разработчиками, я вижу, что они пока смотрят на HTML5 рынок как на что-то такое устаревшее скорее. Но я бы вам советовал все-таки пробовать что-то, запускать. Потому что, особенно для новичков, это классно, потому что тут сразу есть трафик. Проблема в том, что в игры вы, допустим, на мобильных сторах выходите либо через издателя, либо пытаетесь как-то сами привлечь трафик. И это очень сложно. Органики практически нет. А на вебе сейчас есть органика, есть деньги, есть рекламная монетизация. То есть все условия к тому, чтобы выходить на этот рынок, зарабатывать, продвигаться. Поэтому давайте на эту тему общаться, взаимодействовать. И потому что, взаимодействуя, мы сможем найти какие-то новые возможности и двигаться быстрее и эффективнее. Большое спасибо за внимание. Тимур, мы снова онлайн. Прошу прокомментировать, пожалуйста. Да, вот во время доклада я показал желтый телефончик, спросил, что это такое. И это очень важный фактор, который в том числе влияет на развитие HTML5 рынка. И этот телефончик не что-то, что было создано 15 лет назад и было тогда актуально. Это вот, как правильно ответил Артем, это ультрабюджетный телефон для развивающихся рынков с HTML5 приложениями и играми. Да, действительно так. Очень здорово, что люди в курсе про это. И этот фактор очень важный, потому что он открывает целые большие рынки для гейминга. Это тир-3 страны, да, то есть там плохой интернет, там слабые девайсы, но это люди, которые хотят играть. И сейчас игры, допустим, гиперказуальные, весят там 50-100 мегабайт. Там какие-то казуальные, уже более сложные игры вообще гигабайт могут весить. И для этих людей нереально как скачать такие игры, так и поиграть на слабых девайсах. Поэтому HTML5 гейминг, особенно через гиперказуальный жанр, HTML5 формат, это тот способ донести опыт классного гейминга, пользовательский опыт до этой аудитории. Это очень большие страны с большим населением, то есть Пакистан, Индия. Поэтому это открывает действительно большие возможности, нам это очень интересно. И вот такие телефончики желтые, то есть, например, это была Nokia, как раз от KOS. И вот туда есть потенциал выйти, поэтому я думаю, это действительно может быть интересно для разработчиков. По крайней мере, мы вот планируем подробнее к этому присмотреться, чтобы наши игры присутствовали как раз-таки и вот в этих странах на таких девайсах. Хорошо. Спасибо большое, Тимур. Вам еще раз было очень интересно и познавательно.